Возможность попасть в рай. Это существует только для евреев или для всего человечества. У меня есть учитель, у которого я учился около 18 лет назад. Его зовут Рава Вигдер Бразил. У него заболела дочь очень опасной инфекцией. Единственная больница, которая могла помочь для нее, она находилась в Америке, в Техасе, в небольшом городке. Поэтому он отправляется туда вместе со своей дочкой. И там он был больше семи месяцов рядом с ней. Оказалось, что в этом местечке была целая организация Бней Ноаха. Это люди, которые соблюдают семь заповедей Ноаха. В один раз к нему позвонили из университета и пригласили его дать лекцию. Но когда он туда приехал, он согласился, он приехал туда. Оказалось, что это не была лекция. Это был целый подиум, такой симпозиум. Пригласили представителей множества религий. И это были христианства, несколько цели христианства, ислам, буддизм. И также он представлял иудаизм. Он был раввином, который был там в университете. Он уже приехал. Так он не собрался делать какую-то дискуссию перед всеми, с другими религиями. Но уже было поздно, он был там. И в середине этого встречи один из студентов встал и задал следующий вопрос. По вашей религии, если кто-то не является верующим в эту религию? У него есть шанс попасть в рай или нет? Так получилось, что Рафбразил, он сидел последним. И так, по очереди каждый из репрезентантов своей религии, он начал давать ответ. Но это было, как вы можете себе представить, каждый из репрезентов, он старался красиво, дипломатично не ответить на этот вопрос. На как это принято у политиков, он старался как-то начать сказать, а что такое рай, а что это значит, что такое жизнь после смерти и так далее. Но никто из них не хотел по-настоящему сказать «нет». И в конечном итоге дошла очередь до моего учителя Рафбразил. Он встал, он сказал «Ответ на ваш вопрос является «Да». И он сел». И после всех этих долгих ответов, которые ни к чему не привели, наконец-то кто-то услышал ясный простой ответ «Да». И все студенты встали и начали аплодировать, потому что им наконец-то дал кто-то ясный четкий ответ. По иудаизму, если человек не является евреем, у него также есть шанс попасть в рай.